Пусть календарная зима закончилась, но пока температура на улице держится ниже нуля, волжане продолжают развлекать себя катанием на коньках в специально подготовленных для этого местах. И как мы заметили, в выходные и будни достаточно много людей разного возраста посещают спортивные объекты, где можно с пользой для здоровья провести свободное время. Отлично, хожу каждый день. Прихожу на лед, так поиграть несколько раз в неделю, бывает обычно. Мы очень любим кататься, мы ходим сюда каждый выходной. Очень много детей, взрослых, и приходят с семьями, с внуками, с внучками. Моя дочка, ей 3,5 года, ее зовут Вика, она очень любит кататься на коньках. В Волжске для массового катания на коньках и игры в хоккей предусмотрено несколько специально подготовленных мест под открытым небом. Это коробки на городском стадионе и в физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа в микрорайоне «Дружба». Лед предоставляется для массового катания, это, конечно, спорткомплекс наш. Там сотрудники спорткомплекса содержат его весь зимний сезон. Там предоставляются услуги льда, услуги, прокат коньков. По улице Орлова недавно отстроенный факот, то есть это физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В этом году впервые мы залили лед. Также в этом году усилиями управляющих компаний в двух дворах многоквартирных домов появились ледовые покрытия. В микрорайоне машиностроитель на улице Ордженикидзе и на улице Шестакова. В январе на одной из любительских площадок даже прошел турнир по дворовому хоккею. У нас две дворовые площадки, залит лед. Вот такие площадки. Конечно, они несовершенны, конечно, они любительские, но тем не менее мы заметили, что ребята ходят, играют в хоккей свой, в дворовый хоккей. Они играют мечом. Многие из участников турнира давно увлекаются хоккеем, а кто-то даже профессионально занимался этим видом спорта. Ну, мне нравится просто этот сфер лед. Я занимался раньше хоккеем, в шесть лет. Сейчас сбросил. Пришлось уйти, когда закрылась ряда. Потом в Казань проделился. К сожалению, на сегодняшний день в Волжске профессионально заниматься хоккеем или фигурным катанием уже невозможно. Причиной этому является отсутствие необходимой закрытой площадки для проведения постоянного тренировочного процесса, невзирая на погоду и время года. Вообще, я занимался пять лет хоккеем. Народу здесь много ходит. Людям нравится заниматься спортом. Они катаются. Мы с друзьями приходим, часам в пяти чистим поток, чтобы все хорошо катались, все дети. Я занимался в Зеленодольске примерно около года. Проблема в том, что с учебой это сложно совмещать. Плюс дорога. Плюс дорога, да. Эти секции закрылись. Сейчас, к сожалению, у нас ни хоккея, ни тем более фигурного катания нет, потому что фигурное катание – это исключительно в закрытых ледовых площадках должно проходить. Ранее в Волжске спортсмены занимались в ледовом комплексе Ариада. Существовала городская хоккейная команда, воспитывались молодые таланты как в хоккее, так и в фигурном катании. Однако в 2020 году единственный в городе ледовый дворец был закрыт. Стоит отметить, что спортобъект был построен в 2003 году за счет средств волжского предпринимателя и мецената Виктора Васильева. Ариада была первым ледовым комплексом, построенным в нашей республике. Но после смерти Виктора Григорьевича некогда успешная и перспективная спортивная жизнь на льду для волжан стала уходить в историю. На официальный запрос нашей редакции в Министерство молодежной политики спорта и туризма Мариэл пояснили, что на сегодняшний день спортобъект находится в частной собственности зао Ариада. Возобновление деятельности ледового дворца рассматривается исключительно руководством предприятия. Однако министр спорта Республики Мариэл Лидия Батюкова рассказала, что в сезоне 2023-2024 в Волжске откроется еще одна городская хоккейная коробка на лыжной базе, где планируется в зимний период проводить профессиональные тренировки и будет установлена зарплатная ставка для тренера по хоккею. К новому сезону уже 23-24 год здесь будет вполне профессиональная, хочу сказать, полноразмерная хоккейная коробка. В этой хоккейной коробке будут представлены еще зоны для запасных игроков, для штрихников, судейства. Она будет защищена сеткой для того, чтобы шайба не вылетала и в целях безопасности зрителей. Конечно, цель Министерства спорта и туризма – это развитие спорта высших достижений. За счет республиканского бюджета будет выделена ставка для тренера, который будет набирать детей уже именно в спортивную школу. Республиканскую школу, отмечу, она сейчас носит статус олимпийская школа по ледовым видам спорта. Дети будут зачислены в эту школу в соответствии с выполнением нормативов. Будет отбор, конечно. Ну и хочу сказать, что полностью выезды на спортивные соревнования этих спортсменов будут идти за счет республиканского бюджета. Несмотря на желания волжан и имеющуюся материально-техническую базу для ледового комплекса, перспектива возобновления деятельности ледового дворца Ариада пока очень размыта. Нам остается надеяться, что в будущем волжские хоккеисты и фигуристы снова начнут тренироваться у себя дома и побеждать, продвигая тем самым спортивный статус нашего города.